asus rt86s вот такой вот роутер мы отключаем с тестов с некоторыми достаточно интересными возможностями это конечно же облегченная версия rt86 и чем она отличается мы с вами сейчас обсудим и обсудим те функции которые представлены в этом роутере он даже подешевле поэтому достаточно интересное решение для дома поэтому переходим ну что технозон на связи вот такой вот интересный роутер к нам приехал мы обязательно сделаем распаковку в нем есть два порта юсби есть 1000 мегабитные ланы игровые возможности функции есть агрегация в н есть двойной в агрегация лэн в общем-то огромное количество различных моментов но дело в том что это облегченная версия того же самого роутера x86 you и отличаются они и процессорами дело том что в x86 был брат комписи бисем 49 08 это 4 ядра по 1 и 8 гигагерц а здесь стоит бродком бисем 49 06 это 18 гигагерц два ядра вот такие вот дела также здесь есть у нас отличие по памяти и в оперативной памяти здесь 512 мегабайт против 1024 мегабайта а x86 а вот по флеш памяти они абсолютно идентичны по 256 мегабайт как и по модулям этой самой памяти это у нас в 2 и 4 гигагерца бисем 6710 а в 5 гигагерц бисем 43 684 суммарная мощность у этих роутеров одинаковые конечно же здесь нет порта 2 и 5 гигабит хотя есть агрегация портов до 2 гигабит при поддержке протокола 802.3 какой там у нас иди да иди ему к сожалению нас нет поэтому мы покажем в этом обзоре в этом выпуске мы покажем конкретно разделение в очень классная штука вы можете там два провайдера завести получить прирост скорости в режиме ну либо распределение мощности либо в режиме безотказности то есть знаете когда у вас два провайдера вы в случае отказа от одного переключайтесь на другого это классная штука роутер конечно же поддерживает мэш сети все с этим отлично мы это все покажем на обзоре и сразу могу проспойлерить что данный роутер реализует полные возможности гигабитной сети мы будем тестировать ну мы когда думали сделать агрегацию в н мы будем тестировать на нашем провайдере это у нас десятка у нас 10 гигабит в офисе благодаря местному провайдеру гигабит онлайн очень хороший провайдер честно говоря не ожидал подключили как резерв и перешли полностью поэтому ссылочка на провайдера лежит в описании под видео все знают что я из запорожья украина и часто спрашивают откуда у меня вообще такие цифры интернета вот именно оттуда они в общем переходим на распаковку подписываемся нажимаем колокольчик ссылки на роутер в описании под видео ну и ждем резюме стоит его покупать или не переходим открываем коробочку с asus мы прям первое знаешь знаете первое кто лишаем девственности данную коробку фактически данный роутер смотрим теперь самое интересное как я вам и говорил not for media review то есть это не для обзоров медиа то есть мы достали конкретно розничную то что пойдет в розницу для того чтобы был обзор максимально честным сразу делают акцент на то что это производительный вайфай 6 игровой роутер рт а x86 с это облегченная версия а x5700 2 бенда ну то есть 5 гигагерц и 24 и есть у нас 18 гигагерц cpu и плюс у нас видите здесь три гарантии 3 у как три года гарантии и есть мэш ну давайте посмотрим сзади что пишут вот это вот меня интересует агрегация ван подсоединение до двух гигабит 2 гигабитных линий попробуем не знаю возможно ну тут нужен 802.3 иди по моему да у меня я не знаю короче попробуем быстрее так здесь уже нечего смотреть то что здесь есть мобайл гейминг буст это все понятное дело давайте сам роутер рассматривать об коробочку убрали об инструкции нас мало волнует смотрим сушить блин такой пухляш а 2 антенны еще дополнительных 3 антенны готовы все здесь у нас еще инструкции есть патчкорд есть у нас эти какой интересный момент в плане того как они это все запечатали капец и блок питания блок питания мощный коробку на фиг так блок питания кто-нибудь видит какая мощность 45 ватт но он так антенки антенка раз сам роутер сушить эту форм-фактор прикольная какой прикольный форм-фактор я вам серьезно говорю такого у меня не было давно видите тоже not for media review такая вот версия нам досталась интересная ладно спереди у нас есть индикаторы расширенные 245 гигагерц включение выключение вернее питания индикатор интернета 4 вен порта и wps также есть юсби сзади юсби 2.0 юсби 3.0 кнопка reset кнопка power dc и нет питания ван гейминг порт игровой порт для тех кто мне орет что там в обзорах что для того чтобы играть надо через lan подключаться правильно надо подключаться через вам через игровой порт и еще у нас 3 lan порта все гигабитные сверху у нас антенки антенки съемные прикручиваем антенны поворотные дальше выглядит это вот таким вот образом при антенном и сейчас повернем вот так вот симпатично классный роутер слушать вообще огонь все ребят настраиваем и переходим обозреваем но друзья начнем мы с админки и это не зря я делаю потому что вы видите сейчас у меня подключен первичный вен и вторичный у меня на роутер сейчас заходит два гигабита две линии по одному гигабиту при этом вы можете их использовать в разных моментах вы можете включить агрегацию если у вас если ваши раздающие устройства поддерживают технологии 802.3 иди то прокинув два кабеля вы получите 2 гигабита и здесь будет именно вот такая вот картинка агрегация 2 гигабита к сожалению у нас такого возможности нет нас нет агрегирующего устройства раздающего но у нас есть два интернет провайдера где мы можем подключить и два разных интернет провайдера для некоторых моментов например для балансировки нагрузки или для отказа устойчивости это все делается в разделе интернет мы с вами идем в двойной вен и мы видим сейчас что мы подключили ethernet land на лампор 4 и через вен мы можем подключить основной момент плюс у нас есть возможность подключить через юсб сетевую карту и она будет работать смотрите я сейчас ради эксперимента включу в юсб выйду в карту сети в юсб 3.0 у нас будет asics или корп а x88 179 то есть он спокойно видит юсб сетевые карты и тут как бы вообще вопросов нет все отключили давайте мы с вами для начала протестируем вопрос быстродействия данного роутера при этом еще будем использовать балансировку нагрузки если мы с вами зайдем в double вен то мы здесь можем делать роутинг видите здесь сделал вот айпи адрес это мой компьютер на котором я сейчас работаю это первичный вен а свой смартфон заделал на вторичный вен и по идее наш роутер должен раскидывать нагрузку на эти разные провайдеры при этом здесь можно менять балансировку нагрузки один к одному либо 2 на 2 либо 3 к одному то есть в зависимости от балансировки нагрузки будут меняться скоростные значения это если вы не указали именно принцип маршрутизации ну ладно наверное слишком умная начинаю рассказывать начинаем с тестов на внешний мир lan порта то есть мы сейчас с вами должны протестировать как работает у нас вен и lan 910 954 952 946 947 отлично это чистые гигабитные порты и как бы вопросов у меня к ним не возникает то же самое мы с вами проделываем на нашем смартфоне мы видим что это тот же айпи адрес который указано на экране 50 118 на внешний мир и это по сути 2 вен то есть мы сейчас тестируем и вайфай одновременно и 2 вен хотя я думаю что 2 фен будет немножко послабее в плане распределения нагрузки то есть это все-таки резервный порт сейчас посмотрим что он нам выдаст хотя это смартфон что мы от него хотим мы сейчас можем и компьютер в принципе завести на вторую сеть так 690 нет вы знаете 972 609 67 617 805 686 926 нет второй порт у нас тоже показывает гигабит мы ориентируемся на пиковые значения так но вы поняли поэтому я могу сейчас отключить балансировку нагрузки показать что же такое отказоустойчивость отказоустойчивость вообще классная штука это когда вы завели два вен порта то есть вы завели два кабеля интернет и в случае чего ваш роутер просто-напросто будет переключаться с провода на провайдер при этом он будет пинговать сеть то есть мы можем задать такие настройки чтобы он пинговал сеть отдельными моментами каждый там определенный период времени вот так то есть после вот мы перезагрузились и обязательно ставить галочку разрешать восстановить после сбоя в данном случае мы можем ведь интервал обнаружения задать каждые пять секунд follow trigger то есть мы можем при возникновении ошибки подключение к сети интернет 12 раз подряд на первичном ван произойдет переключение на вторичный вен при обнаружении подключения к сети интернет на первичном ван четыре раза подряд произойдет переключение на первичный и при этом можем еще включить и пинг-мониторинг через dns запрос либо через pin запрос например на тот же самый там google или facebook ну давайте сейчас карту сети выйдем мы видим что у нас здесь есть холодное резервирование давайте попробуем выключить основной вен и ждем то есть у нас должно пройти время после чего он должен просто-напросто подключиться мы видим пропал у нас первичный вен давайте смотрим и ждем вот все видели подключил вторичный вен подключено то есть у нас вот таким вот образом работает служба резервирования это классная тема это действительно классная но давайте все-таки вернем наш роутер в исходное состояние для того чтобы мы могли продолжить полные тесты быстродействия данного роутера а слушайте давайте я вам еще что наверное покажу давайте двойной вен отключим я вам покажу еще такую фишку давайте применим вот мы перезагрузились если в подключение можем зайти то видим включить вен агрегацию в данном случае если мы ее включим то у вас будет агрегироваться 2 вен порта в допустим в 2 гигабитный интернет это очень классно подключу сейчас ssd диск для того чтобы тестировать и скорость usb 3 порта обязательно для того же ну для этого здесь и собрались оценивать мультимедийные возможности все наш роутер давайте мы отключим lan кабель давайте теперь протестировать на вайфай через ноутбук обязательно 5 гигагерц поехали тестировать 5 и мы получаем так 732 644 581 но так как мы с вами уже видели взаимодействие вайфая то мы должны протестировать еще с вами 2 и 4 гигагерца давайте мы отключили lan порт включаем 24 гигагерца и тестируем опять же на внешний мир только потоков уменьшим немножко 30 поставим тестируем оба 2 и 4 вы видели 200 мегабит 200 мегабит ребята реально 200 мегабит давайте еще пробуем вообще очень классные результаты на самом деле для 24 вообще 253 217 216 да ладно слушайте вообще отлично хороший показатель реально хороший прям вот зацепила так зацепила давайте мы сейчас с вами протестируем вайфайн вайфай на lan для этого мы с вами сейчас поднимем сервер ну мы уже поняли что у нас вайфай на внешний мир был в пике 950 мегабит поднимаем самый простой сервер и тестируем так давайте поставим где-то 70 потоков и тестируем максимально возможную пропускную способность нашего вайфая и само собой проверяем lan порты тест пошел и мы получили слен на вайфай 800 809 мегабит отличный показатель я думаю что если мы сейчас потоки увеличим то будет еще больше давайте попробуем поставить 80 давайте разгоним немножечко 781 703 747 поднимаем теперь на компе сервер и попробуем в обратную сторону поработать с этим делом 192 168 . 50 . 118 давайте time 20 зададим и потоков тоже 70 стартуем поехали 792 769 802 781 823 но внутри сети вайфай на lan мы получаем с вами в пике 850 мегабит это следует учитывать давайте еще зададим ключ р что 21 726 798 у нас ничего не поменялось то есть имеем что имеем теперь наша задача проверить дальность работы для этого мы поднимаем сорвачок смотрим его айпи адрес 5070 ничего не изменилось и пробуем обязательно на один поток то есть у нас на один поток должно быть должен быть тест 125 мегабит в 2 и 4 диапазоне сейчас смотрим что у нас получится мы должны вывести средний кстати для 24 вообще очень неплохо 110 мегабит так здесь у нас последнего примерно то же самое будет алексей ты у нас сегодня помощник сегодня у нас или аня ты сегодня а ты с ноутбуком сидишь давай давай так два раза тапаешь два теста проводишь отходишь 20 до 25 метров плюс первая дверь вот эта металлическая 2 заходим в алексея кабинет ждем 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 пошел тест у нас есть результат кстати порядка 35 процентов падения хотя по среднему будем смотреть не даже чуть больше 50 вообще я я уже узнаете повторяю постоянно тенденция современных а x роутеров это уменьшение покрытия 24 гигагерц увеличение покрытия 5 гигагерц но есть как есть 52 мегабита то есть это порядка 60 процентов падения при наших тестовых забегах на нашей дистанции теперь 5 гигагерц проверяем давай пробуем так переключаемся на 5 гигагерц отключена пробуем вблизи на один поток первый тест 300 мегабит я думаю что будет больше пока он разгонится 350 340 это неплохие показатели для 5 гигагерцовой сети все 348 два теста на той же дистанции пошел тест 112 мегабит и второй тест сейчас мы посчитаем 112 разделить на 350 было ну 60 68 процентов падения я вам скажу такое себе знаете падение есть то есть все таки чувствуется что это облегченная версия не такой мощный как 88 asus но при этом достаточно достойно прошел данный тест хорошо с этим понятно у нас все давайте теперь посмотрим на его возможности в самой консоль управления но перед консолью мы с вами должны еще проверить работу диска само собой давайте подключим сетевой диск наш роутер виден мы можем выбрать давайте любую папку выберем и сделаем ее сетевым диском а как раз у нас есть большие файлы скопируем вот 11 гигабайтный фильм вне не фильмов 11 гигабайтный файл и мы видим что скорость копирования с самбо диска 104 мегабайта в пике было я регистрировал чтобы вы понимали 104 мегабайта пиковых это 832 мегабита в среднем выдает 95-100 мегабайт не путайте мегабит поэтому это очень хорошие показатели для самбо диска действительно хорошие если уж брать с вами юсби возможности то там давайте тогда перейдем в раздел юсби приложения и здесь у нас есть конечно же немножко больше чем у других роутеров некоторых у нас есть файл сервер давайте зайдем файл сервер мы уже в принципе протестировали на базе самбо вот есть раздел на базе самбо вот он подключен и есть медиа сервер медиа сервер это значит что мы можем с вами включить допустим медиа сервера через сделаны и смотреть фильмы например на своем скажем так смартфоне я вижу здесь видите арки x86 с я могу на него зайти выбрать видео выбрать все видео выбрать какой-нибудь фильм давайте отрывок чего-то включим и посмотреть просто-напросто фильм это это относится как смартфоном так как дв боксом и к телевизорам которые поддерживают трансляцию с медиа серверов то есть это абсолютно хорошо работающая функция плюс у нас тут есть ни много ни мало еще и download master есть time machine для работы с apple есть 3g 4g поддержка роутеров давайте с вами download master установим это для закачки различного рода раздач с таких моментов как торрент трекеры как раз загрузился download master мы можем его запустить и здесь мы видим у меня как раз одна раздача есть которую я просто-напросто до этого использовал на данном роутере то есть для того чтобы все это дело сделать вы просто можете добавить свой файл и у вас пойдет закачка это очень классная тема также у нас здесь есть поддержка мэш систем то есть вы можете работать в мэш вы можете создавать сети бесшовные плюс у вас есть возможность организации гостевой сети есть у нас а и протекшен очень прикольная штука ведь у меня здесь написано опасно 2 давайте посмотрим что у нас изменены стандартные имя пользователя и пароль нет и проверка сложности пароля сети слабый плюс видите здесь есть рекомендации по безопасности вашего интернета домашнего есть родительский контроль есть фильтры сайтов приложений то есть мы согласимся и здесь мы можем просто-напросто например для какого-то устройства например на oneplus 8 мы будем для взрослых просто-напросто контент фильтровать или интернет-мессенджеры и соцсети а блокировка работы интернет-мессенджеров и доступа к социальным сетям также пилинговые цель сети и передачи файлов и мультимедийный контент вот так вот такие вот моменты давайте применим а что же я себе контент для взрослых то заблокировала ай-яй-яй значок добавления нажимаем и применяем сейчас мы проверим как это все дело работает сейчас попробуем найти по определенному запросу мы что-то нашли и нет нет не работает любимый сайт как так то давайте это веб-страница была отфильтрована поняли ну как так то так не бывает за что мне такое вообще наказание контент для взрослых отфильтровали адаптивный сервис киос то есть мы можем сами регулировать скорость при этом у нас есть смотрите есть регулировка скорости интернета и и можно также слушать и знаете что мы здесь можем мы можем тестировать прямо в роутере не отходя от кассы смотрите вот он сейчас тестирует у нас скорость 880 мегабит на загрузку и сейчас на выгрузку тоже протестируем конечно же он тестирует на какие-то свои сервера поэтому ну гарантировать а слушайте так он тестирует обыкновенный спид тест что ли вот тена вот так вот интересно ладно есть у нас анализатор трафика игровые режимы вот здесь мы остановимся немножечко поподробнее дело в том что мы не раз уже разбирали игровые роутеры и для чего это существует эта штука многие хохмачи потом в комментариях пишут неужели и роутеры бывают игровыми все это фигня нет на самом деле игровые функции роутера предназначены для приоритизации устройства внутри сети для приоритизации его трафика для избежания задержек в онлайн играх например если вы играете на вашем смартфоне в pub или в юбиджи как его правильнее называть то если в этот момент кто-то начнет смотреть тяжелый фильм или закачивать какие-то раздачи через download мастер или еще как-то максимально использовать трафик то первую очередь трафик отдастся на этот смартфон но для этого вы должны включить эту приоритизацию она не просто так существует само собой ну вот мы с вами можем добавить смартфон one plus 8 это будет у нас давайте применим это будет у нас триггером того что данный смартфон при игре на данном смартфоне вы будете получать максимальный трафик но вы должны еще включить режим мобильного гейминга для этого есть у нас приложение специальное ну включить удаленное управление принимаем конечно же это все очень круто выглядит еще и с возможностью удаленного управления нас выше было на главном экране потому что мы зашли здесь в наш момент управлю именно в программу управления роутером и вот он как раз именно мобильный гейминг мобильный игровой режим при его включении плюс выставление его приоритизации в самом роутере вы получаете ведь высокий приоритет это значит что он уменьшит пинг уменьшит потерю пакетов то есть он их будет убирать и можем в принципе с вами получить какую-то игровой опыт с минимальной задержкой также мы можем с вами попробовать здесь добиться допустим приоритизации мы на на примере обыкновенного спид теста вы посмотрите на какой из на какой из устройств через лан либо через вай фай мы сейчас получим с вами приоритет давайте выберем просто-напросто два каких-то сервера при этом на дата группа одинаковые серверы нет давайте здесь на внутренний сервер поехали начать одинаково стартанули и само собой мы получаем конкретную приоритизацию на мобильный телефон то есть на текущий момент мы видим вот здесь закончилась закончился тест и как только здесь пошел второй тест на дачу то скорость у нас будет минимальная даже на lan подключение то есть у нас lan подключение все пакеты были отданы в приоритете на смартфон то есть вот вот этом вот вот это вот является игровой функцией данного роутера также у нас есть такая штука давайте мы вернемся с вами в роутер также в игровых моментах у нас есть open над это очень классная штука давайте мы перейдем в open над это когда у нас включается переадресация портов это вот знают владельцы playstation когда очень какие то есть проблемные моменты подключения когда у вас в диагностике playstation выдает на 3 то играть в онлайн игры в край в край трудно то есть если есть прямое подключение то вы можете получить на два числа через обыкновенный роутер а здесь вы можете получить open над то есть вы можете включить переадресацию портов и плюс еще применить игровой профиль это очень справедливо для консолей для каких-то игр для компьютера в частности здесь есть lan один это игровой порт если вы допустим играете на компьютере то нужно подключать через ман один давайте добавим игровой профиль смотрите например мы можем мануально либо выбрать для какой-нибудь игры профиль игры он поддерживает абсолютно различные то есть и последний доту 2 из таких известных пью биджи ли пап квейк чемп пенс starcraft варкрафт киберпанк destiny doom fifa 21 halo 5 короче для ну ведь он ведь и поддерживает playstation 4 xbox one хотя при за поддержка ps4 дает само по себе поддержку изначально playstation 5 то есть мы например десктоп на профиле battlefield 5 пускай мы играем нет мы будем играть в call of duty в код будем играть или нет в канту в csgo в csgo будем играть и нажимаем убираем xbox 360 и ps3 нажимаем окей мы таким образом с вами реализовали open над то есть переадресацию портов для counter-strike go то есть это очень классная штука именно в приоритизации трафика и уменьшение количество потерянных пакетов заключается вся эта игровая функция этого роутера а не то о чем вы подумали но юсб приложение мы уже разбирали в беспроводных сетях что в 2 и 4 что в 5 гигагерц очень расширенные настройки в 24 есть у нас смотрите каналы с 1 по 13 у нас есть здесь шифрование до wp3 персонального и есть комбинированный wp2 wp3 для совместимости с устройствами которые не поддерживают в 5 гигагерцах у нас есть вариант включения или принудительного отключения 160 меня герц можем выбрать даже 160 меня герц отдельно без включения 20 40 80 каналы поддерживаются от 36 до 128 есть также у нас расширенные каналы и wp3 персонал или wp2 enterprise это максимально что он поддерживает также у нас есть с вами open system это без без шифрования без паролей плюс у нас есть настройки радиус профессиональные настройки в каждом из диапазонов и есть список блокировки перемещения это значит что при перемещении между условиями мышь вы можете настроить условия при которых он будет просто напросто переключаться на другую точку то что здесь есть держи пи сервер dns фильтр маршруты поддержкой 5 различных моментов даже вы можете выбрать профили провайдеров и выбрать порт айпи тиме это все абсолютно понятно в разделе интернет мы с вами двойной войну же разбирали есть переключатель портов переадресация портов поддержка диме демилитаризованных зон д днс и над пастру то есть тоже абсолютно хорошо под поддерживает поддержка и пиве 6 совместим с amazon алекса что нам абсолютно не принципиально есть поддержка vpn и open vpn и айпи секви пен плюс есть еще vpn клиент в данном случае вы можете добавить профиль например open vpn и поднять антизапрет такое тоже возможно есть бронма ур есть а самое простое администрированные где вы можете выбрать режимы работы точки доступа либо узла мэш либо медиабриджа есть системные настройки системный журнал и кое-какие сетевые уделит эти типа пинка трейс роута и ns look up а также есть на и кстати есть поддержка вайкап онлайн и правило smart connect больше ничего в данном роутере такого чтобы нас могло заинтересовать нет в принципе переходим и резюмируем данный в качестве выводов скажу если у вас есть деньги вы ориентируетесь на более мощное решение то я бы советовал смотреть именно на восемьдесят шестью версию к тому же там два юсб 31 порта здесь юсб 30 юсб 20 как бы и плюс конечно же помощнее побыстрее да и поинтереснее процессор там получше а в целом если вы хотите получить вот такого рода роутер но при этом подешевле то конечно же 86 с для домашних условий для непритязательных пользователей игроков но в начального уровня этого более чем достаточно и мы действительно можем его рекомендовать но только при условии тех которых я озвучил если вы игрок начального уровня если вы непритязательный пользователь и используйте там например медиа сервер и какие-то свои там функции с download мастером это вот такое дело и конечно же его можно использовать на тарифах там 200 500 1000 мегабит он спокойно вытягивает ну если нравится то что мы делаем ставим пальцы вверх и снимет пальцы вниз обязательно подписываемся с вами был баба на канале технозон пока